В следующем году наша страна отметит 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что до праздника еще несколько месяцев, Кубань уже начала подготовку к юбилейным торжествам. В 2020 году объявленным президентом России Годом памяти и славы будет отмечаться 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. К празднованию юбилейной даты на Кубани подойдут с особой ответственностью. Начиная с лета в городах и районах края созданы оргкомитеты по подготовке и проведению торжеств. На очередном заседании оргкомитета в нашем районе, провел которое Роман Сенеговский, обсудили ход реализации плана мероприятий, намеченных на 9 мая. Прежде всего, к юбилейной дате все воинские захоронения и мемориалы должны быть приведены в порядок. Ряд мероприятий – это проведение порядка поисковых захоронений, мемориальных комплексов, парков, площадей, которые привыкают к нашим памятникам и мемориалам. А также по рекомендации края для проведения реконструкционных памятников необходимо будет в обязательном порядке согласовывать все проводимые работы у нас. Еще одно важное направление работы – помощь ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. На сегодняшний день в районе проживает 40 ветеранов и два участника. Представители районного совета ветеранов с каждым встретились, узнали, в чем нуждаются, организовали медицинскую помощь. Необходимость привлечения любого врача у нас идет немедленно, оперативно и быстро. У нас ни отказов никогда нет. И диспансеризацию практически проводили, в основном это на дому, приезжали врачи, обследовали. И мне информация уже поступила с самих ветеранов, которые да, если бы врачи были, все нормально. Разработан большой план культурно-массовых мероприятий на 9 мая. Это и выставки, концерты, автопробеги, конкурсы строя песни, фронтовые полянки, полевые кухни и многое другое. Важно, чтобы мероприятия прошли во всех поселениях, были разработаны в едином стиле и охватили как можно больше людей. Глава поселения будут проводить мероприятия. Я считаю, что какой-то основной набор должен быть обязательный на этих мероприятиях. Чтобы в каждом поселении памятнику пошли, ветеранов поздравили. Понятно, они могут что-то и свое проводить, никто не против. Но обязательный набор мероприятий определенных, он должен быть в каждом поселении. Хоть маленькое поселение, хоть среднее, хоть большое. Правильно ли? Да. Это тоже заострить особое внимание, чтобы не получилось так. Где-то густо, а где-то пусто. Везде же люди живут. Везде есть. Если надо будет помочь кому-то, значит, буду помогать. Заседания Оргкомитета будут проходить в постоянном режиме. До празднования Дня Победы осталось не так уж много времени. И важно сделать все возможное, продумать все детали, организовать работу всех служб так, чтобы юбилейные торжества прошли на самом высоком уровне. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует...